За основу пьесы взяты реальные обычаи и устой Албании. Действия происходят в наше время. У главных героинь есть современные средства связи. Телефоны, ноутбуки, но нет никакой свободы. В обществе полнейший патриархат. Ни одна семья не может просуществовать без мужчины. И если наступает тот момент, когда последний стильного пола пропадает, роль главы семьи приходится брать на себя одну из женщин. Для нее это настоящая трагедия. Я убила его. Убила восьмилетнего ребенка. Стояла и смотрела, как он истекает кровью. Ты убила последнего из рода Вукаи. Традиция, поставившая своей главной целью продолжение жизни, убивает в женщине женщину. Убивает саму основу жизни. Они никогда больше не наденут платье, не отпустят волосы. Придется забыть и про женское естество. Пьеса вызывает море сочувствия и желания помочь каждой из героинь. Все они по-своему несчастны. Актрисам театра пришлось проделать огромную работу. О том, как вживались в роли албанских пленниц, они рассказали зрителям после спектакля. У нее есть выход. У нее есть ключ. Она может выйти, она может вырваться из этого ада. И она делает шаг. Она пытается сбежать. Я ее оправдываю для себя. Потому что мне жить в этом доме невыносимо. Режиссер же спектакля Владимир Витроганов признается, премьера в целом доволен. Но, как всегда, получилось не совсем все. Рвется наружу русская душа актрис. Надо укращать. Албанские женщины, они ведь совсем другие. Произведение философское требует осмысления. Мне очень понравилось. Очень эмоционально интересный, захватывающий такой. Я, конечно, в восторге. Очень хороший спектакль. В конце, конечно, прям до слез. Даже. Ну, женщины правят миром. Очень специфическая тема такая. И которая, конечно, нужна. И все. Но это не для всех. Алина Лагутина, Олег Фомин. Телеканал Первый областной.